За, против, не определился, отказался общаться, не застали дома. Каждый ответ фиксируется на бумаге. Волонтеры продолжают опрос жителей квартала на улице Шверника. Ежедневно работа охватывает несколько подъездов. Задача – узнать мнение всех. Каждому жителю подробно рассказывают, как правильно заполнить опросный лист. Если за, то вот здесь, если против, то вот здесь. Какое ваше мнение? Ставьте, пожалуйста. Какое ваше мнение? Да, ну, для детей пускай. Строят пускай. Лишь бы многоэтажка не было, а для детей пойдет. Тем более парковки будут. Для машин, да. Самое главное для нас. Подпись ставится в той графе, за которую голосует человек. Если, конечно, есть возможность достучаться, встречаются и такие, кто предпочитает общаться с волонтерами через закрытую дверь. Вопрос по комплексу развития территории вашего двора и строительства детского сада. Я против строительства. Ну, нам нужно тогда ваше мнение там выразить в этом вопросном листе. Не будете общаться? Помимо анкетного листа, ответы фиксируются на камеру. Правда, только в тех случаях, когда сами жители с этим согласны. Ведется съемка. Вы разрешение на съемку спросили. Мы не разрешаем себя снимать. Спор возник после того, как инициативная группа обратилась с требованием отменить планы по строительству детского сада в микрорайоне на улице Шверника. Они считают, что если садик построят, им негде будет гулять и ставить машины. С ними не согласны почти полторы тысячи очередников, дети которых пока остаются за бортом дошкольного образования. А почему этот двор стоит уже много лет за оброшенной? Никто ничего не занимается. Почему не построили детский садик? Сейчас думаю. У вас есть необходимость в детском саду? Мне да. Даже не то, что из-за ребенка, но просто реально двор брошенный стоит. Среди оброшенных встречаются разные мнения. Есть и такие респонденты, которые предпочитают отвечать только в устной форме и не представляясь. Ну, это как сейчас происходит, так и есть. Если бы нам сейчас здесь садик построить, нам вообще будет негде гулять. Я не хочу этого. Мне будет некуда ставить машину. Я куда буду? На Новосадово оставлять? Машину делал десятый уже. Нет, не десятая. У нас тут у всех по две, по три машины. Это самая главная тема. Куда нам ставить машину? Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах в городской администрации. В беседах с главой Самары принимали участие активисты и представители Общероссийского народного фронта. Многих жителей квартала привлекает то, что вместе с дошкольным учреждением во двор придет и благоустройство по лучшим образцам, которые есть в Самаре. Дизайн-проект разработали с учетом пожеланий жителей. Они предложили обустроить во дворе детские и спортивные площадки, сделать дополнительный проезд, обновить пешеходные дорожки, установить лавочки и освещение. Кроме того, будет официально обозначено 100 новых парковочных мест. Сейчас машины ставят на газонах и тротуарах, а их хозяева попадают под штраф. Мне надоели здесь пьянки на этой площадке, поэтому для меня лучше детский садик. Вот честно вам скажу. Потому что ночами орут, и в этом году два раза вызывала полицию. Спас вообще не дают. И начинается с утра, и прямо вернее с вечера, с этих часов в 12 день, в самое утро. Детский сад в этом микрорайоне собирались построить еще в 80-е годы, параллельно с возведением жилья. Но в 90-е страна попала в демографическую яму и тотальное недофинансирование. В итоге вопрос затянулся на десятилетия. А молодые родители из этого же квартала теперь вынуждены стоять в очереди. Или возить своих детей в другие районы, в детские сады. Ну, вообще-то я в засаде. А почему вы так считаете? Насколько я помню, он здесь изначально должен был быть, когда микрорайон устроили. Очередь большая, я просто знаю, внуководил, что очень многие далеко ездят. Сейчас окончательное решение еще не принято. А в итоге каждый житель в той или иной форме сможет высказать свое мнение, даже если оно такое. Стоительство детского сада и дальнейшее благоустройство еще дополнительно. Ну, у них ответ. Выдержались? Ровно. И то, и другое. Олег Зверев, Григорий Пельчаков, События. Олег Зверев, Григорий Пельчаков, События.